Существует две машины, которые на наш взгляд в свайпе двигателя нуждаются гораздо острее, чем некоторые другие. А все потому, что с завода их почему-то не сошли нужным оснащать подходящими моторами. Первая из таких это конечно же Mazda X8, про которую, надеемся, в ближайшее время нам удастся снять серию. Ну а пока мы будем довольствоваться второй машиной из двух, а именно Toyota Alteza, которая с завода имела несколько действительно хороших двигателей, но ни одного по-настоящему прекрасного. Владелец этой машины, пожалуй, из всех доступных путей выбрал наиболее оптимальный, установив туда, да-да, тот самый двигатель, который наша аудитория любит больше всего. Это автомобиль 99-го года, в идеальном состоянии, он не крашен, не бит никуда, ну мелкие притерки. А как мы смотрим, стоял с заводом? Здесь один GFE, 2 литра, рядная шестерка, 155 лошадиных сил. Изначально машина барвалась сразу под свапку. То есть, когда, еще до того, точнее, как я купил автомобиль, у меня уже был двигатель, который я буду сюда ставить. Это легендарный 2GZ GTE, не VBTI. Ну, то есть, обкатав навыки и набравшись опыта на предыдущих свапок, ты перешел уже к новому проекту с новыми силами, с прокачанным скиллом, и получилось то, что мы видим здесь сейчас. Предлагаю открыть капот и подробно изучить, что тут происходит, что тут почем. Очень красиво, между прочим. Начнем с самого начала. Двигатель 2GZ GTE с NIVI VTI-ной Supra, дорестайлинговой, самой первой, полностью перебранной. Заменено все, что можно было только заменить. Полный ремкомплект, все отмыто, очищено, внутри все чистенько, все блестит. Отсутствует трекшн-контроль, отсутствуют все системы безопасности, которые привыкли люди видеть в новых автомобилях. А это, в принципе, а не полное удаление систем безопасности или больше острых ощущений? Нет, я не хотел ощущений, просто оно бы все равно здесь не работало после свапа. Поэтому я максимально облегчил конструкцию, убрал все лишнее, что мне не нужно было в данном конфиге. Сплел новую проводку для этого двигателя. Турбина Гаррет 30-й серии, очень старый, но очень надежный. Втулочный, без водяного охлаждения, только на масле работает. Данная турбина была выбрана, потому что у нее очень маленькая горячая часть. Здесь не видно, к сожалению, из-за термошубы. Но вот если ее приподнять, видно, что она не очень большая. То есть шуба большая, сама турбинка маленькая. Это для достижения большего крутящего момента на низких оборотах. То есть именно городской вариант. Поскольку автомобиль строился для передвижения по городу, а не на треках, не для соревнований, не для каких. Была выбрана специально турбинка поменьше. У него вот эти хаузинги, холодная и горячая часть, они не родные. У него родной только картридж. Картридж, как я уже говорил, втулочный. Он менее прихотлив, в отличие от шариковых. Но у него есть свои минусы, также есть свои плюсы. К сожалению, пока работала камерами, забыли коснуться этой темы, поэтому придется на микрофон. Стоит отметить, что Влад также перенес масляный фильтр, потому что у GZ, как мы все знаем, он расположен откровенно по-ублюдски. Упускной коллектор на данном этапе Китай. Китовый. Копия Греди, да, это Китай, копия Греди. Он будет заменен, потому что он мне не нравится. Просто уже на скорую руку собирали, из-за того, что планировалась установка родных турбин. Но в процессе установки просто подвернулся очень хороший вариант. Друзья предложили, говорят, вот у нас есть турбина, пожалуйста, вот у нас есть коллектор. Зачем тебе что-то изобретать? Поставь, и все будет хорошо. Я их послушал, так и сделал. Топливная система, комп? Топливная система вся полностью стоковая. Форсунки стоковые, арестовские. Только насос, наверное, какой-то? Насос, естественно, нет. Насос, аэромотив 340, аэромотив стелс, 340 литров в час. Серьезно? Без регулятора, пока все работает на стоковом давлении, потому что я пока не планирую повышение мощности большой. Комп, бустапный, Майнс, который тоже в ближайшее время будет заменен на хороший настраиваемый компьютер, который будет настраивать небезызвестный человек. Ну, его можно, в принципе, назвать. Ну, да, это Денис Мистер Игрик. Денис, привет. Привет, Денис. Надеюсь, ты из нее выжмешь все, что можно. Вот. Интеркулер. А пока Денис не начал ничего выжимать, вы сколько ты думаешь здесь силы в данной конкурации? Как говорит мой хороший друг по совместительству механик, чуть больше, чем 280. Ну, тоже ничем. То есть чуть-чуть больше, чем в заводском варианте. Чуть больше, 280, знаешь, что такого радиатора, в принципе, достаточно вот такой. Ну, я видел гораздо толще, раза в два толще, чем вот это. Зато Коя. Коя это серьезно. Да, радиатор Коя Рад, оригинал, алюминиевый, толщина его 40 миллиметров. Вот, был заказан в Америке, соответственно. Можно было поставить радиатор больше, но поскольку автомобиль городской, и не планировались какие-то боевые серьезные выезды, ну, если только там выезды какие-нибудь там выходные, там, буквально на площадочку, в принципе, его хватит. Ну, еще одна причина, почему такой тонкий радиатор, из-за того, чтобы было место между мотором и вентиляторами для легкого обслуживания двигателя. То есть, из-за просто, вот, пролазит рука, можно заменить рейд, можно сменить, не снимая радиатор. Не теоретически, это можно сделать практически, я это уже делал. Именно на этом моторе мне пришлось сделать некий ремонт в процессе обкатки. Он меня немножко подвел, но мы с ним договорились. Когда поднялся вопрос об интеркулере, решили, что это будет Grady Spec LS. Именно от 161-аристы, потому что большинство пайпов подходят под данный кузов, потому что они, ну, более-менее идентичные. Вот, начали искать на аукционных, бэушных. Бэушных не было на тот момент в продаже. Ну, вот так вот срослось, что, ну, нет. Новые тоже, которые были в Москве на тот момент, в магазинах, стоили просто баснословных каких-то денег. Поэтому мы сделали проще. Мы написали письмо прямо в Японию, в Grady Trust. Попросили, чтобы они продали нам интеркулер. На что нам был выслан ответ, что данный интеркулер больше не производится, к сожалению. Они сняты с производства, есть новая линейка. Соответственно, она уже немножко другой конфигурации, других характеристик. Вот, но мы их очень сильно попросили изготовить для нас еще один, и они почему-то согласились. Бачок гидроусилителя, расширительный бачок. Это все кастом. Варили наши друзья из гаража Fatal Skid. А Fatal Skid знаем. Ваня Вишневу привет. Да, Ваня привет. Ваня мой хороший друг тоже. Да, тебе очень интересно реализована проверка уровня на расширительном бачке, как у маслопомоек. Вот эта трубочка. Да, и это сейчас широко. На самом деле, это сейчас уже довольно широко используются, эти уровни, как на маслопомойках, так и на расширительных бачках, и, в принципе, на всем. А из того, что не видно, например, коробка передач, что тут W58, не дай бог. Нет, W58 была как раз на первом конфиге с первым GZ, который сейчас в Волгограде, который, кстати, до сих пор катается первому GZ, ее за глаза. Да, говорят, что нормально выдерживает, но если начать там... Ну, если сильно начать клачить, кольцо, дрифт, то, само собой, она не выдержит. То есть, если для городского использования, для периодических отжигов, покатушек, она, ее более чем достаточно. Она очень мягенькая, очень хорошая, коротенькая коробка. Здесь 154-я коробка, пока еще на стоковом заводском сцеплении, на новом, соответственно. А задний редуктор? Задний редуктор 2-way фирмы Tomei, 8 дюймов, от 100-го марка, соответственно, привода тоже от 100-го марка, 8-дюймовые, чтобы, не дай бог, не было никаких непредвиденных ситуаций. Потому что редуктора у меня разрывало, больше я этого не хочу. Очень неприятные ощущения. Какие-нибудь, может, сложности в влазнике в ходе свапа, которые ты хотел бы рассказать в рамках данного обзора, может быть, предупредить от подобных ошибок людей, которые захотят взяться за подобные свапы? Сложности, на самом деле, были, и их довольно много. Такие сложности обычно из-за того, что руль левый, а не правый. Приходится переносить блок АБС, который в заводском исполнении стоит вот здесь, и мешает турбинам, пайпам. Всему остальному пришлось его перенести. Трубки все кастомные, но использовались заводские. Я их сам развальцовывал, сам перегибал, все переделал. Также здесь когда-то был аккумулятор в заводском исполнении, сейчас он переехал в багажник. А это настоящий карбон? Это оригинал, могу вот показать. Вот кто знает разницу между Китаем и оригиналом, пожалуйста, можно посмотреть на нее. И масло там еще в нас, и там чистенькое, это очень радует. Да. Потому что за машиной ухожу. Слушай, а так, не по теме вопроса, сколько ты в Латании проезжаешь? Она только выехала. Она проехала пять тысяч после постройки. Она только прошла обкатку. Да, она вот только-только выехала, она только начинает жить. Слушай, а вот эта дроссельная заслонка, она не похожа на заводскую? Не похожа. Дроссельная заслонка была немного модифицирована. Вот здесь вот с двух сторон у него был электромотор и датчик положения дросселя. Как раз для системы трекшн-контроля. Система трекшн-контроля на данных автомобилях управляется второй дроссельной заслонкой, которая внутри здесь болтается. То есть при пробуксовывании колес она просто опускается и душит автомобиль. Поскольку у меня трекшн-контроля нет, и его здесь не будет, я их просто убрал, срезал, заварили, покрасили. Получился симпатичный дроссель. Не похожий на стоковый, но тем не менее, это заводская запчасть. Это не китайские копии никакие, это тойотовские родные дроссели. Стоят тормоза от Celsiora, четырехпоршневые. В вакууме главный тормозной цилиндр, они стоковые, альтезовские, все-таки-то поменял, соответствовали они Celsiora с тормозным механизмом. Цилиндр тормозной замененный, он стоит от Lexus IS300, который с завода шел как раз на 2GZ GE, на атмосферной версии. У него немножко больше цилиндр. За счет этого Celsiora хватает данного объема, чтобы их прокачать и хорошо реагировать на педаль. АС300 по сравнению с АС200 проще, сложнее свапать на турбированный J или без разницы? Если ты потрашиваешь машину, на самом деле, если донор IS300, то там очень много запчастей, которые остаются и помогают для свапа двигателя. Например, такие как поддон с нужным расположением уже, опоры двигателя, подушки двигателя, шланг гидрусилителя высокого давления. И еще много полезных мелочей, которые можно использовать для свапа и упростить себе этим самым жизнь. Понятно. Ну, соответственно, с учетом того, что здесь стоял один GFI, а тебе пришлось с этим совсем возиться дополнительно. И это, скорее всего, не пришлось подделать, если бы был по С-3. Ну ладно, мы находимся в салоне, собственно. Раз уж находимся в салоне, то повещаем о самом салоне. В принципе, насколько видно, все в относительном стоке. Единственное, что выделяется, вот эта вот прикольная штуковина. Что это вообще? Это стоковый экран от Lexus. Здесь была навигация, родная его навигация, которая работает, правда, только в Европе, вот, с устарелыми картами. Я решил от нее избавиться, встроил сюда планшет, обыкновенный планшет на Android. Вот его можно показать. Он и правда планшет. Ладно, там были прикольные какие-то показометры, лучше можно их вернем. Лучше вернем показометры. Да. Показометры. Это линейка DeFi. Это у них принципиально новая версия приборов. Вот, вместо грядки будильников, которые любят все спортсмены, гонщики, и все, у кого есть турбомоторы, или хоть какая-то тюнь на моторе, любят ставить для контроля большинства параметров автомобиля. Вот, я решил будильники эти не ставить, поскольку уже 21 век на дворе, они немножко постарели. Да, и DeFi есть на андроиде. Да, и DeFi есть на андроиде. Тем более, это DeFi. Это не какой-нибудь Китай, это настоящий родной DeFi с родными сенсорами. Просто они выпустили блок, который работает через Bluetooth, с новым Control Unitом. Да, и вся полезная информация здесь. Датчик давления надува, как видно, самая большая шкала, тахометр, скорость, ну и куча всего другого. Да, они модифицируются как угодно, у них можно поменять цвет, и можно поменять, вот, можно его вот в таком виде представить, можно им поменять цветность полностью, его оформление, можно поменять расположение датчиков, то есть сюда там тахометр вывести, спидометр и так далее. Вот, в данный момент он у нас контролирует давление турбины, обороты, скорость, давление масла, температуру воды. Вот, в принципе... А, если переселкнуть сюда, то мы увидим... А, это все, все то же самое. Напряжение у бортовой сети. А, ну, напряжение, да, бортовой сети есть. Это тоже полезно, по-разному. Ну, на самом деле, его можно выставить и здесь, просто заменив иконки, наверное, на какие-то другие. То есть у меня здесь датчик давления турбины, например, вот, цифровой и стрелочный. Ну, стрелочный просто красиво, цифровой и информативно. Вот, соответственно, можно сюда вместо него поставить вольтметр и будем всегда видеть напряжение с генератора, напряжение бортовой сети. Сегодняшние съемки в определенном смысле получились серые, несмотря на погоду. Серый антураж, ведущий в серой футболке, владелец машины в серой футболке. Ну, а самое главное, автомобиль серого цвета. В принципе, во многом это символично, потому что серый цвет символизирует, на мой взгляд, один из самых здравых подходов к тюнингу, а именно взять неприметную, скромненькую, серенькую машину, аккуратненько все сделать и обеспечить ей под капотом настоящий ураган. Влад, спасибо большое, что показал, рассказал про свою машину. Надеемся еще раз когда-нибудь с тобой пересечься. Ну, а нашим подписчикам, зрителям, сочувствующим следите за нами тут, на ютубе, в соцсетях, которые будут указаны в конечной заставке. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова